привет дорогие друзья сегодня я буду тушить капусту с картошкой и со свинины заранее приготовил все ингредиенты сейчас я вам ну чтобы потушить капусту со свинины из картошка из ну соответственно само слово говорится уже капуста мы отрежем отсюда где-то одну треть то есть одна треть уже здесь отрезана до борща я как-то готов и тут осталось две трети вот напополам разрежу как раз это будет так дальше там у нас мясо вот 700 граммовый кусок был ополовинила воды где-то но примерно получается 350-400 граммов больше половинку я взял так картофель у нас там пять штук получается так как я готовлю практически на себя одного любимого многое виды здесь и не нужно получать ингредиент морковка 1 3 зубчика чеснока так как томатной пасты нет и я ее заменю получается маринованным помидорами как раз их три штуки ровно столько сколько и нужно но еще нужно быть лук лук вот правда чего не почистил вот я сейчас непременно сейчас займусь этим заранее приготовил кастрюлю заранее приготовила сковороду где будем обжаривать наши как говорится ингредиенты то есть овощи вот сейчас половине этот качан можно сказать полу качан я уже очистил его промыл да поэтому остается только нарезать можно в его нарезать кубиками а можно нарезать его и поменьше машинковать но так как я здесь его машинку и поменьше всего нарезаем мелкими кубиками ну измельчаем мясо конечно для того чтобы тушить не не обязательно ребрышки было бы лучше филе но так как у нас у меня его сейчас нет есть наличие вот ребрышки свиные но это же так очень вкусно должно получиться не тоже так же тушится любое другое мясо рыбрышки по моему мнению это вообще объедение еще раз повторяю это порция на одного человека поэтому мясо здесь не так много это 300 не обязательно измельчать потому что это блюдо будет готовить довольно долго сразу помещать насыпаем эти ребрышки так я раскладываю стараясь их обглазать как обглазать то есть срезать мясо где большими толстыми кусками остается естественно освобождаем его надо его мало то есть оставляем отрезал здесь вот уже здесь вот . бы его достаточно мясо срезаем вот видите срезал так я убираю сторонку чтобы было видно что примерно как я не знаю мясо видеть они небольшими кусочками разложил его по вот еще попало пополовину вот так я разложил его это мясо то есть закрыл дно сейчас налью растительного масла 100 грамм растительного масла это буквально чтобы закрыла лишь дно ну а теперь она отправляется на плиту так сначала его надо включить не совсем удобно одной рукой то делать ну вот так а в сковороде укладываем капусту тоже на дно и также где-то граммов 100 ну то есть лишь бы чтобы закрылась дно этой сковородки наливаем вот я вот наливаю думаю что это достаточно так надо периодически помешивать чтобы мясо не подгорело после того как а минут 57 обжариваем мясо заранее подготовленной картошку опускаем сюда же в эту кастрюлю уже крупно нарезанную и тоже будем жарить где-то минут пять чтобы не подгорело мясо подливаем потихонечку где-то примерно по 100 грамм воды вот это и будет сейчас начнется тушение доводим до кипения и пусть потихонечку на медленном огне тушится ну а пока тушится мясо с картошкой берем крупную тёрку и шинкуем морковку ну вот нашинкованную морковку насыпаем туда там же где у нас находится капуста после всего этого надо размешать пусть она пропитывается махом как поджариваем это на очень медленном огне и так же чтобы она не подгорала надо будет добавить немного воды воды также добавим буквально 100 грамм 100 грамм это примерно полстакана затем нарезаем мелкими колечками чеснок и отправляем туда же сковороду тут есть очень много спорщиков которые говорят что лук нужно опускать в первую очередь есть противники которые считают что лук нужно чтобы запах у него сохранялся класть вообще последнюю очередь а так как я не хочу спорить ни семьи с другими лук я предпочитаю класть в пищу где-то примерно посередине то есть как бы запах остается и в то же время вкус лука впитывается в пищу и не так вот сильно будет чувствовать потому что есть любители лука есть то есть даже и противник его то есть на вкусе цвет говорится товарищи нет и не обязательно что нравится одному может понравиться другому и вот как раз лук это такая вещь вызывает много споров есть люди которые вообще употребляют в пищу а слова совсем ну я не знаю я человек который привыкший употреблять в пищу до любой вареную пищу где связано с мясом с картошкой лук это просто я считаю что это обязательный ингредиент ну вот следующий ингредиент это у нас томатная паста но так как у нас ее нет у меня ее нету но не было так получилось вы забыли купить соответственно достаю я маринованные помидоры их у нас слава богу больше даже чем нужно но они маленькие поэтому по скромному надо нарежу туда же резать их особо нужды нет они уже совсем мягкие сами как превратились в томатную пасту как они аппетитно смотрятся так и хочется сразу съесть ну естественно тоже отправляется туда же в сковородку так все ингредиенты добавлены здесь вот у нас сковороде тушится капуста морковь томаты то есть маринованные помидоры с чесночком добавлено ну и соответственно здесь же лук просто время от времени помешиваем чтобы она не подгорала вода уже так которую добавляла я она уже выкипела можно закрыть крышкой но я не хочу этого делать пускай тушится так это будет подольше вкуснее и на глазах картошка может скоро подгореть поэтому добавляем воды еще граммов 100 тут надо добавить соли соли предпочитаю класть тоже где-то середине готов дело то что посолить мы всегда успеем если даже не до сон всегда может посадить перезалить это опасно особенно если ты собираешься добавлять приправа приправа сами к себе содержится сегодня мы обойдемся без приправа перебивает натуральный вкус мяса натуральный вкус капусты свежие картошки и других других овощей здесь нужно было еще конечно не было мечта добавить болгарский перец но к сожалению тоже его не оказалось тот который был куплен брани и он испортился слишком учетка чем слишком мягкие хотя по запаху вроде бы нормально не стала рисковать вдруг испорчишь этот продукт выбросил ну вот дорогие друзья подошел тот момент когда капуста может стоить почти дошла капуста морковь и другие градиенты которые мы обжаривали тушили по другом месте то есть колораде опускаем всю в одну в одну кастрюлю условно мы его назовем указану хотя это не казан это кастрюль но и 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 ну вот и все и в ожидании где-то пару минут я выключил и пусть он стоит где-то минут 10 15 готова теперь можно приступать прием пищи приятного аппетита дорогие друзья всем